Мы вышли из дома, когда во всех хоках погасли. Очень мало людей на планете Земля, которые имеют такое счастье, как это. Видели, как уезжает последний трамвай. Я счастливый человек, я свое хобби превратил в профессию, чем вот очень доволен. В 2002 году супруга подарила мне книгу с чертежами. Ну и вот с этого времени я начал делать музыкальные инструменты и музыкально образовывать. Я решил, что я по чертежам сделаю волынку, и у меня будет волынка. Мы волынку сделали, это был первый инструмент. Ну а потом колесная лира, гусли, гудочки, арха и прочее. Ну, опять же, супруга говорит, Сереж, народ жаждет знаний. Нужно делать музей забытой музыки, ну и, собственно, рассказывать про музыкальные инструменты народа. Вот, дедушка с аксофоном. Музыкальные инструменты мы можем возродить по образцам, по этнографическим, археологическим находкам. А вот музыку, к сожалению, ту, которая была до 15 века, мы уже не можем. Есть мечта, чтобы музей забытой музыки когда-нибудь стал отдельно стоящим зданием, мастерская, где делают музыкальные инструменты, и выставочный зал, в котором инструменты звучат. Такой музей должен быть в каждом городе. Музей забытой музыки. Музей забытой музыки. Продолжение следует...